Городской репортаж Следите за проектом Первого канала «Голос». А вы знаете, что эта девушка со звучным именем Василина Краснослободцева оказывается наша землячка. Мы не смогли оставить этот факт без внимания и решили познакомиться с ней поближе. В Балашихе Василина живет уже 15 лет. Столько же она занимается вокалом. Приехав в наш город, она приняла важное решение – отодвинуть на второй план игру на скрипке, которой она занималась в тот момент, и пойти петь в хор. Мы выступали на всех балашихинских конкурсах, потом объединили в маленькие группы, мы там стали солистами. В Балашихе я выступала в основном на дне города или на каких-то таких мероприятиях очень важных. Очень люблю этот город, и я ему очень благодарна за такой старт, за такое начало, за то, что меня научили, меня поверили, мои первые педагоги. Поверила Василину и Григорий Лепс, взяв ее в свою команду. Заждался Григорий Лепс в свои ноты! Момент, когда они не поворачивались, он был такой длинный, такой бесконечный, что мне казалось, я не две минуты пою, а все 15, и они уже все устали. И я такая вот уже думаю, ну ладно, что же делать. И на последней ноте такой ба-бам, просто как гром среди ясного неба. Очень было прикольно. Василин, можно я начну? Да. Начинаю, тебе это уже не поможет. Хоть я, я в оправдании... Ваша песенка спета. Привет. Вы будете профессиональных певцов слушать, а я буду вот наслаждаться, так сказать, соловьиным пением. О своем участии в проекте «Голос» Василина не говорила никому, кроме мамы. Можно представить, какой была реакция друзей и знакомых, когда они увидели ее по телевизору. Я хотела очень посмотреть эфир сама в пятницу, но не могла, потому что ехала с выступления, и я стояла в пробке, включила онлайн первого канала, и не смогла посмотреть, потому что постоянные смс-ки, фотографии, звонки. Как так? Ты ничего не сказал? Ты почему? Ну, в общем, мне хотелось именно сделать сюрприз. Сюрприз удался. И теперь, по словам Василины, все знакомые поддерживают ее и обещают болеть за певицу в проекте. Отвечая на вопрос, как изменилась ее жизнь после эфира, Василина только шутит. У меня была одна маленькая мечта – проснуться утром после эфира и пойти в пятерочку у себя на новом свете, и чтобы какая-нибудь кассирша взяла у меня автограф. Но этого не случилось. Ну, ладно, я думаю, что все еще впереди. А еще впереди у певицы следующий этап – выступление в дуэте. Она уже получила задание от наставника и готовится к поединку. Участие в «Голосе» Василина совмещает с работой в мюзикле, песню из которого она даже исполнила на кастинге. В анкете я указала, что место работы мюзикл «Бременские музыканты», а профессию я написала «Принцесса». Но так и есть. И меня заставили петь песню из мюзикла «Могу напеть». Хотите? В клетке птичка томится, ей полет незнаком. Вот и я, словно птица, в замке я под замком. Как долго удастся продержаться в проекте и что будет после него, Василина пока не загадывает. Одно она знает точно – будет продолжать развиваться как вокалистка. И уверена, что участие в шоу «Голос» ей в этом поможет. Желают Василине удачных выступлений и победы в проекте. Алина Фазелдаева, Александр Спицын, Роман Суслов, Большая была Шахалаев. Городской репортаж Редактор субтитров А.Семкин